В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. В Видном на Аллее Славы прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Клубу самодеятельной песни и туризма «Горизонт» исполнилось 23 года. Когда я смотрю на ребят из «Горизонта», мне кажется, что у нашей молодежи очень много каких-то правильных человеческих ценностей. Первенство Московской области по Киокусинкай прошло в Ленинском городском округе. Этот турнир у нас знаковый, потому что именно на нем будет сформирована сборная Московской области. 15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В честь этой даты в Видном на Аллее Славы прошел торжественный митинг и возложение цветов к вечному огню и памятнику воинам-интернационалистам. Более 200 человек собрались в этот день у входа на Аллею Славы. Среди тех, кто пришел отдать дань памяти воинам, защищавшим интересы государства за его пределами, были исполняющие обязанности главы Ленинского района Алексей Спаский, заместители главы администрации муниципалитета, юнормейцы, курсанты школы милиции и рядовые граждане городского округа. Началась торжественная церемония с гимна Российской Федерации. Афганская война стала самым длительным и крупномасштабным локальным конфликтом после Великой Отечественной войны. Службу в Афганистане прошли более 620 тысяч военнослужащих. На территории Ленинского городского округа проживает 185 воинов-афганцев, а всего среди наших земляков более 900 участников боевых действий за пределами Отечества. Слова бесконечной благодарности тем, кто сражался, тем, кто не вернулся. Мир не стоит на месте, и уже сегодня российские солдаты и офицеры в Сирии в других горячих точках исполняют свой долг. Они иногда ценой собственной жизни защищают наше спокойствие. Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» объединяет воинов-интернационалистов, людей, которых связала общая военная судьба. Председатель Ленинского районного отделения этой организации Николай Орлов зачитал собравшимся обращения Бориса Громова, того самого легендарного генерала, который руководил выводом советских войск из Афганистана. Спасибо вам за то, что вы сделали и делаете для нашего Отечества, для нашего народа крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. С уважением, председатель Всероссийской организации «Боевое братство», герой Советского Союза Борис Всеволодович Громов. Закончилось мероприятие «Минутой молчания» и возложением цветов к памятникам матери и воинам-интернационалистам. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В поселениях Ленинского городского округа продолжается ежегодный отчетный период. Глава поселения Булатниковская Ирина Дубровская отчиталась перед местными жителями о том, что было сделано в 2019 году и что еще предстоит сделать в нынешнем. Подробности в нашем сюжете. На отчет администрации сельского поселения Булатниковская о проделанной работе в 2019 году собралось много местных жителей. Первой взяла слово глава сельского поселения Ирина Дубровская. Расходы бюджета за отчетный период составили 41 миллион 99 тысяч рублей. По разделу дорожное хозяйство расходы бюджета составили 21 миллион 985 тысяч рублей, исполнены на 100%. Она напомнила, что в прошлом году была открыта четырехполосная эстакада Дрожжино-Боброво-Лопатина, а также построены дороги в поселках Лопатина, Боброво-Измайлово общей протяженностью 900 и 950 метров. Немало изменений принес год и в социальной сфере. В 2019 году мы открыли шесть окон ФЦ в Бутово парке. Я считаю, что заработали ФАПы опять в Дубровском и в селе Булатниково. Удалось сделать ремонт косметически, правда, но все равно амбулаторию в Измайлово и запустить, самое главное, на постоянной основе работающий кабинет стоматолога. Были введены в эксплуатацию два новых дошкольных учреждения в поселках Боброво и Дрожжино и две школы в Лопатина и Боброво. Взявший слово первый заместитель главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков отметил, что работы предстоит еще много. Так, действующая Бутовская школа номер два сейчас переполнена в два раза, но совсем скоро ситуация изменится. Мы уже планируем к концу февраля получить разрешение на ввод школы, фактически, которая находится через дорогу. Мы даже выработали правильное, оптимальное и быстрое решение, чтобы нам не создавать новое ярлицо. В планах на 2020 год также открытие поликлиники в поселке Дрожжино, продолжение работ в рамках программ «Светлый город» и «Безопасный регион», а также ремонт всех памятников, расположенных на территории поселения. После докладов представители администрации по традиции ответили на вопросы жителей. Жители говорят, как можно добраться до поселения Измайлова, но никак. Нам приходится заказывать такси, кого-то просить. Сегодня я попросила деревню Боброво, чтобы меня подвезли, но это неправильно. Первый заместитель главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков все поступившие вопросы взял под личный контроль и пообещал разобраться с каждым конкретным случаем в самое ближайшее время. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Как будет развиваться Подмосковье в ближайшие 12 месяцев? Что ждет наших жителей об этом и многом другом? Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в своем недавнем ежегодном послании. Чтобы обсудить основные тезисы и векторы развития муниципалитета, в администрации прошло публичное обсуждение обращения губернатора. Слово Екатерине Коваленко. На встрече присутствовали исполняющие обязанности главы Ленинского района Алексей Спасский, члены общественной палаты муниципалитета, ассоциации председателей многоквартирных домов, представители Координационного совета, неравнодушные жители. Некоторые из собравшихся были в Доме правительства Московской области на обращение губернатора. Кто-то смотрел трансляцию в историко-культурном центре. Отрадно было видеть о том, что Ленинский городской округ был упомянут непосредственно, не просто как в ряду прочих, а именно непосредственно по решению большого количества, ну я три или четыре насчитал, вопросов, которые являются кругольными. Это и строительство социальных объектов, это решение важнейшей проблемы обманутых дольщиков. Эффективная работа под девизом «чуткая власть» – такой главный месседж губернаторского обращения. Поэтому встреча не случайно была построена в формате «вопрос-ответ», где каждый мог узнать пути решения интересующих задач. Затронули все сферы жизни – экономику, строительство, ЖКХ, культуру, спорт. Ожидаемо лидировала социальная тематика. Количество введенного в эксплуатацию жилья увеличивается, а детей, где мы учить будем, неизвестно. Это большая проблема. Не только в этой застройке, которая прилегает к городу, но и в микрорайонах, которые застраиваются там. Но тем не менее пристройка, которую сами мы строим, и две школы, собственно, в Новодрожжино, где самолет пригородный лесной, в этом году точно совершенно будут. Еще одна горячая тема – здравоохранение, ремонт Видновской поликлиники, нехватка машин скорой помощи, состояние фельдшерско-акушерских пунктов. Фаб Калинзовский интересует. Здание находится в арендуемом помещении, которое совершенно уже вообще не подлежит никакому критике и восстановлению. Как бы желательно, чтобы это сделали или модульный фаб новый, или какое-то более-менее удобоваримое здание принесли. Тем более, что подходящий объект есть. В Калиновке рядом стоит здание четырехэтажное, в котором первый этаж совершенно свободен. Валерий Николаевич туда выезжал и решали вопрос о том, чтобы перевести этот фаб в это здание. Ну там оно же частное, если не ошибаюсь, это здание. А вот частное с частниками встречались, они согласны отдать это здание в долгосрочную аренду. Все там есть – и света, и газ, и отопление, и вода, все – канализация. Алексей Спасский пообещал взять ситуацию под контроль. Я на предыдущем месте работал, по два по три модульных фаб строили в год, вместе с квартирой для проживания, как бы довольно для сельской территории, очень хорошая история. Почти полтора часа конструктивного общения принесли свои первые плоды. Люди услышаны, задачи и приоритеты поставлены. И для их решения стороны договорились продолжить диалог. Власть максимально открыта жителям. Клубу самодеятельной песни и туризма «Горизонт» исполнилось 23 года. Для творческой молодежи города Видно – это особое место. Здесь они могут не только научиться играть на гитаре и реализовать свои творческие способности, это еще и прекрасная возможность найти новых друзей и единомышленников. На праздничном концерте, посвященном Дню рождения клуба, побывала и наша съемочная группа. Многие ребята в подростковом и юношеском возрасте мечтают научиться играть на гитаре. Ведь это очень душевный инструмент, и песни под гитару отличаются своей особой проникновенностью. В 1997 году в городе Видное появилось такое место, где любой желающий мог проявить свои музыкальные способности. Клуб «Горизонт» был основан Алексеем Брахманом. Он объединил любителей авторской песни и активного отдыха. Было 13 лет, Алексей Германович также пришел к нам в школу. Как я теперь хожу по школам и зазываю детей, сказала, вот, вдруг у кого-нибудь дома валяется гитара, вы на ней не умеете играть. Приносите гитару, научу. У меня была именно такая ситуация. Дома лежала гитара, я ее приволок и действительно научился. Александра пришла в клуб, зная всего пару аккордов, но за 7 лет обучения смогла освоить инструмент. «Горизонт» – это не только обучение игре на гитаре. Как говорит руководитель клуба, «Горизонт» – это лес, гитара, правда, дружба, жизнь. Музыканты принимают участие в слетах и туристических походах, где находят новых друзей и единомышленников. То, что тянется с советских времен, вот, с самых первых авторской песни нашей, бардовской, это, мне кажется, все сохраняется здесь, и это очень радостно. Когда я смотрю на ребят вот из «Горизонта», мне кажется, что у нашей молодежи очень много каких-то правильных человеческих ценностей, которые, ну, которые такие простые, такие как дружба, там, здоровый образ жизни и так далее. Но на самом деле это очень редко встречается сейчас. К своему дню рождения клуб заметно преобразился. Юная художница Катя Сажина приняла участие в обновлении помещения, украсив его стены своими картинами. У меня была куча эмоций, я не могла это описать, и прямо же ночью села рисовать эскизы уже, которые можно было бы тут нарисовать. То есть эскизы потом были одобрены, да? Эскизы были одобрены. Бардовская песня, как отмечают участники клуба, воспитывает детей, делая их добрее, внимательнее к окружающему миру и людям. И взрослее они не расстаются с авторской песней. А значит, «Горизонт» отметит еще не один день рождения. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Первенство Московской области по Кио-Кусинкай прошло в Ленинском городском округе. Главная цель этих соревнований – выявить перспективных спортсменов для формирования сборной Московской области, чтобы участвовать в первенстве России. Александра Столярова расскажет подробнее. Кио-Кусинкай – один из самых зрелищных видов спорта. В отличие от бесконтактных стилей, он рассчитан на реальную борьбу и имеет репутацию сильнейшего каратэ. Сегодня во дворце спорта города Видное проходит первенство по этому виду спорта. В Ленинском городском округе соревнования по Кио-Кусинкай проводятся с 2002 года. В этом году они делятся на первенство Ленинского района среди участников 11-12 лет и первенство Московской области среди спортсменов постарше. Этот турнир у нас знаковый, потому что именно на нем будет сформирована сборная Московской области на предстоящей элипцией России, которая пройдет в марте в городе Перми, и где трое лучших спортсменов в каждой из своей категории будет представлять нашу область на всероссийском учебнике. Участие в соревнованиях приняли 260 человек со всей Московской области. Город Видное здесь представлял 21 спортсмен. Открытие доверили победителю прошлых соревнований Петру Листопаду. После ему вручили почетный знак – мастер спорта Российской Федерации. Участники относились к турниру по-разному. Одни волновались, другие уверенно выходили на татами. Это, можно сказать, что главные соревнования, и они слишком сильные. Ну, прежде всего, это волнение. Когда выходишь на татами, у тебя идет адреналин, и ты должен победить соперника. То есть, встал, боевый стойк и работал. Отработал полторы-две минуты, и все, ушел. На ринге враги, а снаружи друзья. Первой частью соревнований стали ката – технические комплексы, связанные с основными принципами ведения боя. С их помощью можно познакомиться с особенностями самого стиля киа-кусинкай. В ката можно увидеть не только технику и тактику ведения боя, но и почувствовать боевой дух спортсменов. Это идет наработка ударов, но без спарринга в ката нормального не у тебя не будет. Потому что, когда ты спаррингуешься, у тебя ставится удар. А так в ката, ну, чтобы разнообразить. Василий Ларин занимается киа-кусинкай пять лет. Фитновский спортсмен сначала одержал второе место в ката, затем уверенно держался на татами в спарринге. Мандраж такой. Вот. Ну, а так больше ничего. Вот. То есть я уже бывал на многих соревнованиях, на всероссийских, там, даже на международных было. Девушек в этом виде спорта немало. Ксения Власова заняла в ката первое место. Заниматься киа-кусинкай она начала семь лет назад и уже стала бронзовым призером на первенстве Европы. Однако Ксения не любит хвастаться результатами, хотя внутренне всегда радуется, что все получилось. Мне это, во-первых, нравится, и, во-вторых, типа, тут учат драться. Вот. Ты там сам дерешься, показываешь технику и занимаешь какие-то места. Каратэ не просто спортивная дисциплина. Это целое философское течение. Среди его целей – научить уважение к своему сопернику и к старшим. В киа-кусинкай каратэ очень важное место отводится дисциплине, которая помогает ученику не только в спортивном зале, но и за его пределами. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!